Я, блядь, в твоём познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Народ, всем тёплый привет и горячее здравствуйте. Ну что, смартфон, который не нуждается в представлении, смартфон, который вы очень просили, смартфон, который я заказал на 11.11 и действительно очень ждал. Мы с ним больше недели, и у меня есть чем поделиться. Давайте без лишней воды. Опыт использования OnePlus Nord 2. Поехали! Опять он... Слушаю тебя. Паш, тут такое дело... Говорю сразу. Смартфонов с диагональю 3 дюйма на 888 не существует. Да не, я по другому вопросу. Я решил стать разработчиком мобильных приложений. Посоветуешь что? Хм, а вот это уже похвально. На iOS или Android? На ком? Хотя это не важно. Ты слышал что-нибудь о Skillbox? Skillbox? Да. Это образовательная платформа с более чем 150 тысячами пользователей сайта по всему миру. Для тебя самое то. Освоишь востребованную профессию, научишься создавать приложения на Android или iOS, получишь навыки разработки сложных UX и UI решений и даже сможешь расширять функциональность продукта. А если не знаешь, куда двигаться, менеджеры Skillbox помогут определиться со специализацией. Слушай, а я вообще осилю это? Да куда ты денешься? Тем более, что там будут лекторы практики из крупных компаний. Альфа-банк, Аркадия, Тинькофф, Крок и не только. Да и тебе гарантированно помогут в трудоустройстве. Хм, прям на работу? А как же практика? Слушай, к тому времени у тебя уже будет наработанное портфолио. Потому что основной принцип образовательной платформы Skillbox меньше теории, больше практики. Класс! Слушай, у меня сейчас только с деньгами напряг. Ты не мог бы одолжить? Я вот на этом моменте бросил бы трубку. Но тебе повезло, потому что на Skillbox первый платёшь через 6 месяцев обучения. Так сказать, учись сейчас, плати потом. А до конца декабря при покупке курсов ты вообще можешь получить скидку до 60%. Как на сам курс, так и на подарки от партнёров. Таких как Литрес, Асус, Онор, Клиник. Паш, ну из тебя ссылочка на подробную программу обучения и регистрацию на курс. Валь, ты как будто не знаешь. Ссылочка, как и всегда, в описании под этим роликом. Народ, рад приветствовать вас на окончании первых суток с Нор 2. Вообще, конечно, не первых. Мы с ним уже несколько дней возимся и автоэст автономности снимали. Вот, но что хотел бы сказать. Самое первое ощущение... Да, система, всё это мы всё с вами разберём. Но самое первое ощущение, когда ты его берёшь в руку, это то, как он лежит в этой самой руке. И знаете, OnePlus над Нор 2 однозначно постарались. Потому что лежит он прям кайф. Сильное заявление. Народ, я обязательно расскажу вам и о всех косяках, нюансах, плюсах. Но прежде всего я хочу поделиться с вами первыми впечатлениями. А первые впечатления мы получаем в тот момент, когда впервые берём его в руку при первом знакомстве. И что касается Нор 2, это однозначно кайф. Качество сборки на высоте лежит просто космос. Гиперприятный, смотря на пластиковые рамки. Да и размеры у него удачные. Вроде не так сильно он и меньше на L2. Но когда держишь в руке оба, такое ощущение, что между ними пропасть. Да, вот многим ещё нравится факт наличия ползунка переключения громкости. Ну, как в айфоне. Только там получается 2 режима на себя от себя, а здесь 3 режима вверх-вниз. И вот что я вам скажу. Да, круто, да, классно, но нихрена не продуманно. Каждый раз, когда я кладу его в джинсы, ползунок обязательно переключается в нижнее положение. Это звук включён. А он ещё такой, блин, ребристый, идеально цепляется. Но это полбеды. Вот когда достаю, там он переключается в верхнее. Это без звука и даже без вибра. И в этом верхнем положении он тактильно тебе никак не говорит, что переключается. В итоге я остаюсь с пропущенными звонками. Класс. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Народ, рад приветствовать вас на окончании третьих суток с Nord 2. Знаете, на данный момент каких-то нюансов или проблем не выявлено от слова совсем. Разве что есть один маленький, маленький косяк. Итак, прежде чем я расскажу об этом маленьком моменте, я хочу поговорить об автономности Nord 2. Это действительно важный момент. Во-первых, я не так давно проводил тест автономности, где участвовали OnePlus Nord 2, Realme GT Neo 2, Poco X3 Pro, Honor 50 и Xiaomi 11T. И в этом тесте Nord 2 продержался хуже всех. 5 часов 36 минут, заняв последнее место. Но так как данный тест все-таки не отображает реального использования, то я, как и всегда, проверил ее на реальном использовании. В общем, это уже совсем другая история. Дамы и господа, утро доброе, время 7.28, у нас 100% заряда, Nord 2, и мы начинаем тест автономности на реальном использовании. Поехали. Прошло 5 с половиной часов и остаток 69%. Так, время 19.38 и 57%. Так, время 22.57, остаток 51%, и мы идем спать с этими процентами, посмотрим, сколько выжарит за ночь в режиме ожидания. Так, утро доброе, время 7.33, у нас прошло чуть более 8 часов, и остаток все те же 51%. Так, время 12.05, и остаток уже 19%. Ну что, народ, время 17.34, второго дня, остаток 4%, и сразу давайте посмотрим, работа экрана составила 6 часов 40 минут, при условии, что смартфон проработал один день 10 часов, и важное уточнение, мое постоянное использование всегда это Wi-Fi, передача данных, Bluetooth, местоположение, и именно Nord 2 на максимальной яркости, потому что она и так, блин, маловатая, даже максимум. Вы все правильно поняли, за 8 часов режима ожидания он не разрядился ни на 1%. Тогда я уже научусь говорить. Версия прошивки, если что, OxygenOS 11.3. Вообще, я перелопатил перед этим роликом, да и пока пользовался просто массу инфы по этому аппарату, и знаете, какой интересный момент заметил? Те, кто оставил смарт в стоковом состоянии, намного меньше жалуются на автономность, чем те, кто полез удалять системные файлы в ADB, кто пытался делать калибровки через системный код и так далее. Короче, просто не лезьте. Ну, а что касается скорости зарядки, это просто космос. В том же тесте автономности я проверял и скорость зарядки, чтобы были конкретные цифры. Так вот, Nord 2 от 0 до 100 всего за 27 минут. Считаю это отличным результатом. По поводу нюанса, он состоит в том, что смарт при долгом серфинге, Instagram, Telegram, новостей, ВК начинает нагреваться. То есть, это такие задачи, в которых обычно смартфоны не нагреваются. Допустим, я смотрю YouTube, 2 часа, 3 часа, все окей. Но только начинаю серфить, и я чувствую, что он нагревается. Это не норма. Но при этом на зарядке, как многие спрашивали меня, он не перегревается. То есть, нагрев, конечно, есть, безусловно. Кто с такой скоростью, блин, не нагреется. Но он в пределах нормы. А, да! Где-то на шестой день использования у меня произошла очень интересная история, связанная с зарядкой. Все это время я заряжал его на работе. У себя здесь родной зарядкой OnePlus. А дома у меня стоит зарядка Realme GT. Родная. И вот решил я его зарядить, значит, дома. Вставляю кабель, и он просто умирает. Гаснет экран, и смартфон никак не реагирует. Спустя только минут 5 мне получилось его включить. И он даже продолжил нормально заряжаться, но галочку я себе поставил. Здорово, короче, холодрика, конечно, еще та. По поводу работы с беспроводными наушниками. Я знаю, что вас волнует этот вопрос, потому что, исходя из некоторых входных параметров этого смартфона, можно в этом сомневаться. Но, скажу вам так, как бы за пройденную неделю я полностью доволен, меня полностью устраивает все, никаких проблем это не доставляет. Рад приветствовать вас на окончании пятых суток с Nord 2. И знаете, за эти пять дней есть у меня маленький факт, который я очень бы хотел отметить, который является очень важным, но о нем редко говорят. Это вибрация. Вибрация в смартфоне. Что касается Nord 2, я могу отметить его вибрацию не то чтобы суперплохой, но точно хуже среднего, потому что благодаря этой вибрации я постоянно пропускаю звонки, в том числе сегодня я пропустил два довольно важных звонка. Хотя смартфон лежал в кармане. Просто учтите этот факт. Смотрите, важный момент. Именно к качеству вибрации у меня вопросов нет. Она отличная. А вот к силе есть. Объяснить этот факт действительно невозможно. Вообще, конечно, я знаю, что вас действительно очень сильно волнует экран. Да, я изучил тесты на мерцание. Там все печально. Но наши глазки воспринимают ее по-разному. Кому-то терпимо, кому-то выжигает. Я отношусь к тем, кому тяжело заметить глазом шим. И в первые дни я пользовался Nord'ом и думал, да все нормально. Но где-то на третий день сижу я, значит, в Nord'е. Листаю, по-моему, телеграм-канал какой-то, листаю, листаю, уже долго сижу в нем. И понимаю, что мне нужен банкинг. Приложение банкинга у меня стоит только на GT'шке. Значит, я беру GT'шку такой, нахожу ее рукой, беру... Строй флэшбэк! Бам! Такое ощущение, вы знаете, кто играл в Counter-Strike, знает, как будто тебя ослепануло флэшкой. Я просто охренел. Глаз прямо почувствовал вот эту космическую разницу. Космическую разницу. Но вообще, пока пользовался Nord'ом, я этого не замечал. Пока не начал сравнивать. Кроме того, у меня есть претензия к порогу максимальной яркости экрана. Она слабая. У меня смарт всегда на максималке. Я бы еще хотел выкрутить больше, но некуда. Ну и работа автояркости очень странная. Чисто живет своей жизнью. Так, народ, что касается по поводу работы GPS и модулей связи на Nord 2. В принципе, по работе именно и GPS, и модулей связи у меня вопросов нет. А есть даже небольшое восхищение, особенно по работе модуля Wi-Fi. Ну, сейчас расскажу поподробнее. Вычитал еще такую проблему, что, мол, вот есть интернет, есть связь, показывает 4G. Но не грузит. Переключаешься вручную на 3G. И начинает все прекрасно грузить. Возможно, проблемы в операторе или конкретно локальные, но у меня такого замечено не было. Ну и модуль Wi-Fi. Это, честно, отдельная приятная история, потому что он прям дикий. У меня парковка находится в 40 метрах от подъезда, плюс 4 этаж. Я подъезжаю, паркуюсь, и у меня смарт коннектится к домашнему Wi-Fi. Это первый смарт, который за мою практику вот так смог на таком расстоянии сконнектиться. Народ, рад приветствовать вас на окончании шестых суток с Nord 2. Я все это время, все эти шесть дней, каждый день жду, когда же Nord 2 все-таки наконец-то взорвется. А он все не взрывается, не взрывается. Представляете, какой контент бы это был. Но я не теряю надежды. Ждем. Отдельно я бы очень хотел отметить функцию Nord'а, как, блин, телефона. Ну, любой смартфон в первую очередь остается телефоном. Так вот, качество разговорного динамика просто отличное, как и микрофон. Да и датчик приближения работает идеально. Многие просили отдельно затронуть тему сравнения Realme UI и Oxygen OS. Если вкратце, Oxygen OS мне нравится куда меньше, чем Color. А Realme UI больше, чем Color. Кстати, отчасти факт перехода OnePlus полностью на Color мне импонирует. Так вот, что касается разницы между Oxygen и Realme UI, как по мне, Realme UI куда функциональнее и красивее. Но тут, как говорилось в интернете десятых, имхо. Ну что, вот мы наконец-то добрались до фотовозможностей. Я решил попробовать разобрать их максимально детально. Поэтому, во-первых, сейчас я вам покажу разницу между стоковой камерой и ГК на Nord 2. А во-вторых, я сравнил фотовозможности Nord'а 2 и Realme GT Now 2. Кстати, если вы хотите, чтобы я сделал отдельный ролик сравнения Nord'а 2 и GT Now 2, напишите, пожалуйста, в этом в комментариях, чтобы я понимал, будет ли это интересно. Итак, поехали. ГКМ я в итоге поставил топовый по рейтингу пользователей. И первым делом я покажу примеры, где явно есть разница. Итак, посмотрите на полый потолок. Что делает сток? Уходит в желтый. Что делает ГКМ? Отображает цвета более естественно. Это же можно заметить и не только на объектах с данным тоном. Посмотрите на шерсть Mii. Вообще, персик у нас рыжий. А ГКМ как будто осветляет его шерсть. Я бы даже сказал, неестественно осветляет. Тут же мы видим, что ГКМ немного затемняет более светлые области. Что тоже не всегда плюс. Но от случая к случаю. А тут ГКМ дал больше сочности синему оттенку названия станции метро. Минимально, но разница. Тут уже больше цветов на фото. И явно заметно, что сток делает фото более сочным. Где-то даже неестественно сочным. Но большинству пользователей именно это и надо. Что касается ночных, то тут сделав буквально пару фото, стало понятно. Ночному режиму ГКМ нужно очень много света. Иначе выдержка 40 секунд плюс. Но даже при этих условиях сток выигрывает. А в остальном, что бы я ни фоткал, с большего разницы как таковой не видно. Да и совсем мелкая разница присутствует, но для профессионального глаза. Что же касается самих фотовозможностей. Ну, как по мне, кайф. Где нужна резкость, ее достаточно. Отображение цветов, работа автофокуса. Ну и в целом все другие доступные аспекты. Мне фотовозможности Nord 2 очень понравились. Вообще, я сделал довольно много фоток. Все залил на диск, а ссылочку оставил в описании. Там все в оригинале, как вы любите. Ну а теперь бонус. Сравнение фотовозможностей Nord 2 с GT Neo 2. Посмотрите, как поработал с кожей Nord 2 и Neo 2. Тут однозначно лучше справился Neo. Что касается резкости, как можете заметить, давайте приблизим. Хм, чуть лучше у Neo 2, но не критично. Что касается плохого искусственного освещения, тут все плюс-минус одинаково. Правда, уже в сравнении становится заметно, что Nord очень сильно красит картинку. В данном случае даже перебор. Правда, немного лучше работает с фоном и затемненными участками. Кстати, фотки прям огонь получились. Мы уже украсили квартиру, а Персик впервые увидел, что такое подготовка к Новому году. Ух, ну а тут прям явная разница. Nord 2 ушел в какой-то зеленый оттенок. Даже серую подушку зачем-то подзеленил. Это же наблюдается и там, где наблюдаться не должно. Обратите внимание на стену за батареей. Откуда там желтый оттенок? Хм. Ну и тут, в принципе, тот же эффект. Я думаю, если не сравнение, это вряд ли заметишь. Но вот сталкивая лоб в лоб, конечно, видно сразу. Ну и как оказалось, Neo 2 чуть лучше работает с менее освещенными местами. Не сильно лучше, но факт. В общем, главное отличие съемки Neo 2 и Nord 2 мы поняли. Уход в желтый оттенок и совсем немного работа с более темными участками. При этом я не могу сказать, что фотовосможности Nord из-за этого можно называть плохими. Ни в коем случае. А теперь посмотрим ночную съемку. Ухо-хо-хо-хо! Да оба аппарата делают ее по-разному. Один уходит в светло-желтый фон, другой в темно-желтый. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Но вот работа с небом и некоторыми объектами... Хм. Вроде как на первый взгляд не поймешь. Но Neo 2 делает по принципу не буду трогать те места, с которыми не справлюсь. А Nord 2, наоборот, пытается сделать все. В итоге фото, сделанное на Neo 2, выглядит более симпатичнее. И свет, и небо, да и не только. Хотя вот тут можно отдать 50 на 50. Вроде с объектами поработал лучше Neo 2, но цвета передал лучше Nord. Но как же он печально работает с небом? Ну или я придираюсь, но вы и сами все видите в сравнении. Посмотрите на стены и лестницу. Он пытается высветлить. Да, это правильно, но с учетом итога, наверное, лучше бы не пытался. Еще раз объезжаясь, что да, в плане обработки ночных фото он уступает GT Neo 2. Однозначно. Ну, сами посмотрите. Ну а теперь десет. Помните косяк у GT Neo 2 с этим знаком? У меня за время использования больше ни разу это не проявлялось, поэтому я приехал на то же самое место, чтобы сделать фото еще раз. И как видите, снова такая же картина у Neo 2. А вот алгоритм Nord 2 с этим справился. В общем, какой итог? Neo 2 и GT Neo 2 желтят на ночных по-разному. На вкус и цвет. Ну вот итоговая обработка объектов, таких как небо или пересветы, лучше у GT Neo 2. Опять же, я не говорю, что у Nord 2 все плохо. Неплохой результат, но не идеальный. А еще бы я хотел отметить реально важный момент. Это отличная фокусировка у Nord 2 и авто, и по тапу. Особенно в сравнении с Neo 2. Как я не пытался, я не смог сделать фокус на этой ветке. Когда Nord 2 сделал это и автоматически, и по тапу. За одну, мать его, секунду. Ну-ка, проверим стабилизацию. Давай-давай-давай, стабилизацию проверяем. Ого, все надо потереться. Не ешь цветы. А в этот раз есть такой. Со всех сторон. Это тот же? Ну, не совсем. Коробка не похожа. Ну что, народ. Восьмой день. Сегодня 7 утра. И, наконец-то, можно подвести для вас какие-то выводы за всю неделю использования. Смотрите. Серьезных косяков, серьезных недостатков или минусов реально найдено не было. Чтобы прям назвать аппарат, ну, хреновым. Есть мелкие нюансы, мелкие какие-то косички, с которыми в целом, если аппарат очень нравится, мириться можно. Ходил бы я как с Nord 2 своим основным? Ну, в теории, если бы не существовало GT Neo 2, может быть и да. Но GT Neo 2 все-таки существует во благо. Ну и, конечно же, к сожалению, Nord 2 у меня так и не взорвался. Увы. Как-то так, народ. А вообще никого не слушайте. Ни меня, ни еще кого-то на этой площадке. Максимум, прислушивайтесь. А мнение у вас должно быть одно. Свое. Свое.